Но если он дебил, я должен сказать. А чувство страха вам же не чужды, я так понимаю, вы боитесь? Вызываешь такси, он едет, тебе расскажет, как рубль укрепить. Вы хотели казнить? Не так. Гадые твари. Кокорин был такой, не очень там. И Мамаев был грустненький. Нет, это не негодяи, они такие же, как и мы. Пуси, пей, гуляй, люби. Как вы мне сказали, в морду дать? Я способен на убийство, да. Видите, как жизнь складывается? Мой главный оппонент, нападающий на меня, теперь становится моим гостем в моей программе. У нас Павел Пятницкий. Он член общественной наблюдательной оплаты Москвы. Общественный деятель, правоохранитель. Павел, может, еще три регалии есть? Не надо, не надо. Я не люблю этих регалий. Почему? Потому что у нас есть знакомый один, у которого четверть листа на бланке занимает и список тех советов, куда он входит. Это смотрится смешно. Просто давайте хороший человек. Да, человек, Павел Пятницкий, все. А чем человек занимается, он занимается разным. Павел, а расскажите, как вы начали заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь, вашей основной деятельностью? Общественной деятельностью, как начали? Да, вот что вы такое делаете? Из детского сада. Но мне не нравится, я ушел из детского сада. Мне что-то в школе не нравится, я ушел в школе. То есть, когда люди спрашивают, как стать правозащитником, как стать общественным деятелем, это же не профессия, она это не учит. То есть, нет вузов, которые готовят правозащитник. То есть, это внутреннее состояние души. То есть, когда человек выбирает комфортное свое существование, когда он знает законодательство, когда он знает не только свои обязанности и права, но умеет их отстоять. Вот, пожалуйста. Ну, совесть, человек, нужно, правильно? Любой, но у кого-то нет совести. Чувство справедливости у вас. У кого-то нет совести, у кого-то нет справедливости. Потому что некоторые люди, прикрываясь личиной добрых дел, на самом деле творят плохие дела. То есть, кто-то, допустим, борется с алкоголем, да? А на самом деле сам имеет свой спиртовой заводик, да? Кто-то делает... Это че-то камень, это огород или что? Нет, почему? Это я по практике говорю. А то я просто думала, у меня здесь недавно были. Поэтому разные люди есть, и совесть абсолютно необязательна, чтобы она была в наличии. Потому что, смотря кто какие цели присоединился. А с чем вот вам приходилось мириться в вашей профессии? Самая основная, прям вот, может быть, идеи на какие-то сделки, вот как раз той самой совести. Нет, на сделки с совестью я никогда не шел. Если бы я шел на сделки с совестью и с честью, я бы давно уже был где-то очень высоко и далеко. Мне кажется, да, кстати. Может быть в могиле и на небесах, а может быть в каких-то верхних эшелонах власти. Но с вашей кровью, которую мы только что обсуждали за камерой, что там за... Мне кажется, были наверху, не внизу. Смотрите, тут история какая. На сделки с совестью никогда идти нельзя. Правда? Да, да, уверен. То есть лучше, как говорится, стоя погибнуть, чем жить на коленях. Потому что те, под кого отдельные люди ложатся, то есть, допустим, подсильного, вот есть ведущий и ведомый, это нормально. Всегда мир так устроен был. Но ненормально, когда ведомый становится не просто идет за ведущим, а становится раболепствует, становится его рабом фактически. Поддакивает. То есть от таких людей надо сторониться. Сталые чувства, да? Да. И те люди, которые привлекают к себе таких людей, они привлекают вот как рабочий материал. Вот нужно в помещении сделать ремонт. Мы позвали ремонтников, оплатили, мы выгнали. То есть все, никто не смотрит на перспективу. А те, кто старается заглянуть, что называется, лизнуть поглубже, да, сказать получше, они не понимают, что закончат срок и от них избавятся. И к другому человеку, к которому они придут. То есть преданность, это самый, преданность, самый лучший актив твой человек. Павел, честно говоря, я прям даже удивлена. Почему? Потому что вы второй мужчина у меня на канале, и с первым вы некоторые фразы прям как будто дублируете. То есть это неужели люди из... Я, правда, тоже бы назвалась около политики, как ни крути, да? Все равно бы около политики. Да, я хотел же заниматься политикой. Да, и вот мы тоже об этом говорили, что преданность, особенно в политике, это один из самых больших бальданностей, за что у нас сейчас люди многие преданные из корпоративов разных получают большие... Но тут есть разница в чем. То есть слепая преданность и глупая, она тоже отвратительная. Не-не, за свое мнение. Да, то есть человек должен себя окружать людьми, которые сильнее и умнее его. То есть если я беру на работу там 10 дураков, которые ходят и восхищаются мной, как вы хорошо выглядите, какой вы умный, как вы правильно сказали, то я сам себе тихо рою могилу. Паду. А надо брать сильных, которые будут спорить, возможно, в которых я стол вот этот подниму и кину. Вот, мы только об этом хотели сказать. Люди, которые не согласны с Павлом мнения, сразу же попадают в разряд врагов. Я просто смотрела ваши прямые эфиры, и вы просто готовы. Ты дурак. Причем вы не добираете слова. Кретин. Да вообще посмотри на себя. Почему так? Почему вы не... Неправда. Никогда не критикую человека, то есть которого я не знаю, допустим. Да, я не могу, допустим, человека назвать мудаком, потому что вдруг он не мудак. Но если он дебил, я должен сказать вам, почему. Потому что он же приходит ко мне. Очень много в России и вообще в мире живет людей умных, добрых, честных. Живет много мразей, тварей и дебилов. Но так было, есть и будет. И пока они не касаются меня, ну как бы это данность, да, там разные люди есть. Кто-то считает меня хорошим, а кто-то считает меня мразием. Это тоже подход, это тоже их мнение. Но когда человек приходит ко мне и начинает говорить что-то, или тем более, что меня больше всего раздражает, коверкая мою позицию или сказанное мной ранее, он начинает выкручивать или задает вопрос, на который он не хочет слышать ответа. Он начинает изгаляться. Конечно, я такому человеку говорю, кто он есть, куда ему идти и блокировать. А если вернуться к окружениям вашим, вот есть вы с большим эгоцентризмом, и тут есть люди, которые якобы умнее вас, как бы сказать, должны, и они начинают вас скотековать, советовать. Так нет, смотри, если человек умнее меня, вот допустим, я же тоже кому-то даю советы, хотя я делать это очень не люблю, потому что совет это как рецепт. И причем не рецепт медика или фармацевта, а рецепт бабки Агафьи. То есть возьми там 300 грамм солода, корешок, хвост мышленый. Но кому-то это поможет от диареи, да? А у кого-то просто случится страшнейший запор. Если я знаю, как реализовать ту или иную инициативу, но я посоветую тебе, а ты пойдешь так, и ты же не я, ты начнешь где-то по-своему делать. И когда у тебя ничего не получится, ты меня в этом обвинишь, скажешь, вот насоветовал там, дурачок. Да, советы давать плохой. Поэтому в этом плане не люблю советы давать, но мы по-разному понимаем, что такое для меня умные люди. Вот для меня умные люди, они еще и мудрые. И когда человек разбирается в чем-то, вот допустим, у меня есть друг, который там 35 лет проработал в спецслужбах. Но я никогда у него не спрошу, как лучше там на охоту ехать или на рыбалку, потому что он не рыбак, а не охотник. Это вот проблема нашего общества. И после развала Союза, вот новая Россия, демократичная, демократическая, по-моему, сейчас, что мы живем, у нас все во всем специалисты. А так не бывает. Да, кто в своей сфере вас? Вызываешь такси, он едет тебе, расскажет, как рубль укурепить, как детей воспитывать, как все. Как бы раньше был олигархом, еще 5 лет назад. Да, но при этом пропускает повороты, при этом у него навигатель, 300 метров поверните направо. У меня сразу вопрос, человек умный? Нет, человек мудак. Потому что он мешает мне, я хочу что-то пописать, а он 300 метров поверни налево, поверни направо. Но выключи и смотри. Павел, какие 3 качества, которые вам помогли, как вы считаете, в жизни помогают достигать своих целей? А может быть и не помогают, но они у вас настолько сильны, что вы считаете их главными. 3 ваших качества. Ну, во-первых, о моих качествах это судить моей семье и близким. Но вы все равно не знаете, слышали по-любому? Во-вторых, нет. Я слышал-то много разного о себе и хорошего, и плохого. Во-первых, я считаю, вот так скажем, что мне повезло, что я родился и живу в России. Мне повезло, что я человек верующий, что немаловажно, да, христианин, что сейчас немаловажно, потому что верующий это не тот, кто ходит в храмы и ставит свечки. Согласна. Верующий это тот, кто каждый день от собой работает. Я же не святой, вот когда мне начинают упреки говорить. А еще называет себя верующим человеком. Но грешному верующему нет. И в Писании сказано, что пришел он забрать не праведников, а грешников, то есть свести их с пути плохого и наставить на истину. Это, ну, до скончания века каждому верующему надо работать. Вот. И третье, я люблю жизнь. Когда говорят, главный подарок, какой я говорю, главный подарок мне сделал Бог в соучастии с моими родителями. Как в соцкипел, да, спасибо вам, святители, что плюнули, додумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. Вот это самый главный подарок. Хорошо. Потому что все, что происходит, и я живу, если меня не было, я бы не видел этого, не испытывал бы эмоции. А недостатки? Прям, с которыми тяжело даже самим бывает. Недостатки, самое главное, это вспыльчивость, резкость, это очень много раз мне сослужило плохую службу. Мы с вами в этом плане похожи. Потому что где-то бы я мог ни перед кем, ни Юля, никому, что называется, там, не облизывая ни задницу, ни ноги, да, я просто должен был промолчать. Вот сидит человек там в компании где-то и начинает умничать и нести откровенную чушь. А я знаю, что, а я сижу, я говорю, зачем ты несешь чушь? Мне там начинают шептать, толкать меня под столом. Ты что, ты кому говоришь, ты знаешь, кто это? Какая мне разница, кто это? Он несет чушь. Он несет чушь, и я ему говорю, что это не так. Вы работаете над собой, кстати, вот с этим качеством? Помолчать лишний раз? И тут еще другой момент есть. Вспыльчивость вот эта, да, то есть, ну, даже вот кто-то написал, она приносит еще и всякие различного рода проблемы. Почему? Потому что не раз так было, особенно в самом начале, когда я стал пользователем интернета, вот кто-то что-то пишет, ты ему отвечаешь такой резкой маниной, да, выслеживали меня где-то там, да, там кто-то там вот такие были, там спросить за слова, еще что-то. Ну, как вы видите, сижу, жив здоров и невредим, мальчик Вася Бородин. Но вот тот ворох вот этого шлака, вот этой пыли, которая потом начинается, думаешь, господи, зачем? Ну, надо было просто промолчать. А вот иногда не удается это сделать. А что цените в других людях? Вот какие качества для вас важны в окружающем, близких, в друзьях? Ну, наверное, самое главное, да, это чтобы человек был здравомыслящим, потому что вот в это слово я вкладываю все, то есть здравомыслить, да, то есть это, если, допустим, это женщина, женщина должна быть тихой, спокойной. То есть сейчас вот, допустим, как на мероприятии, на мероприятии сейчас были на интерполитехе, и там вот какая-то женщина, организатор подошла такая вся, а я вот это сама, а вы там что? Слушай, ну, утомила, еще ничего, я не знаю, кто она, ну, просто хочется вот так ухо сделать, тысяча слов в минуту, б-б-б-б-б-б, она уже только этим раздражает. Только этим уже раздражает. То есть здравомыслие должно, оно и доброта какая-то, да, и, то есть, каждый из нас. Каждый из нас, в принципе, изначально рожден человеком добрым и хорошим, но жизнь заставляет нас становиться не собой, когда человек говорит, я честный, там, никогда так не говорю, я искренний, это другое чуть-чуть, потому что такое честный, я искренний, да, то есть вот я сегодня злюсь, я злюсь, я не могу, то есть к человеку идти, руку протягивать, если человек мне отвратительный, неприятен. Но протяни я ему руку и поговори с ним, да, сказать, ничего лично, только бизнес. Вполне возможно, что мы где-то что-то подпишем и будем зарабатывать неплохие деньги, но я не могу это делать. Вы боретесь с этим? Да, потому что мне горлом встанут эти деньги от этого человека. Девят, я хотела спросить, а деньги для вас, какую роль в жизни играют? Я понимаю, что вы сейчас не будете в прелесть пожарить? Для меня лично, и это ни в коем случае не высокопарное, никакой роли не играет. То есть вы не любите хорошо жить? Нет, вот внимательно. Для меня лично никакой. Я клянусь, что я мог бы жить там в ските, в лесу, в обычном деревянном доме, в деревне. Я жил в самом начале своей жизни, да, я родился в деревне маленькой и жил, то есть там топили печку. Для меня никакой. Но деньги играют какую роль, то есть как в песне в одной шансоне поется, да, деньги зло, печаль, страдания, но без них нам никуда. Возьмите любого миллиардера и спросите его, хватает ли ему средств, он скажет нет. Потому что он просыпается в поту до ночи, ну-ка, акции упали, не упали, где-то, что-то там. Деньги это способ достижения цели, но цели можно достичь и без денег. И не раз бывали ситуации, объясню, не раз бывали ситуации, в свое время я правильно как человек, как христианин поступил по отношению к некоторым людям. Хотя я мог их предать и заработать на этом очень хорошо, но я ничего не заработал, людей не предал и поступил себя по-честному к ним, по отношению к ним. С годами эти люди очень сильно выросли. Я не берусь давать им оценку, как они живут, работают, какие у них ориентиры, но мне ничего они плохого никогда не делали. И я им. Ну и хорошие. Нет, нет, вот я к этому и веду. И в благодарность за то, то есть вы к этим людям, чтобы зайти даже на 15 минут на прием, ну что греха таить, там, с вас попросят денежку. И денежку немало. Серьезно? Да, просто чтобы они просто вас послушали и дадут вам 15 минут. Если вы выйдете позже, вас еще накажут. А когда меня захотели убить, а потом сфабриковать против меня уголовное дело, а мы знаем, что у нас это очень легко делается, если есть финансовая подушка, заплатил денежку и завтра ты уже езжешь по этапу. Так вот, люди заносили несколько сот миллионов, чтобы меня вообще уничтожить. Этим людям? Нет, чтобы меня стереть с лица земли. А те люди это остановили. То есть если бы, если бы мне пришлось бы воевать чисто финансами, я бы проиграл, потому что у меня нет столько денег, сколько есть у тех людей, которые... Зато у вас, видите, были связи. Да, но у меня есть люди, которые заступаются за меня и есть Господь Бог. Поэтому я и говорю, что важно человеку быть верующим. Потому что мы можем прыгать, как Высоцкий опять же пил, кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Если ты ни во что не веришь и думаешь, что ты вот такой вот весь умный из себя, весь хороший, ты пыль, перхоть мировая, молекула. И Бог зачем переживать? Говорят мне, а вы не боитесь, вас там убьют или посадят или еще что-то. Не боюсь. Говорят, ой, да он врет. Говорят, слушайте, но вопрос как ставят, так я и отвечаю. Я не боюсь. Я, конечно, не хочу, чтобы когда-то я оказался... Были такие ситуации, когда вот... Были и не раз. Я не хочу оказаться в тюрьме. Я хочу жить, естественно, я не говорю. Но при этом я готов умереть хоть в эту секунду. А чувство страха вам же не чуждо, я так понимаю? Вы боитесь? Конечно, нет. Слушайте, чувство страха, если кто-то скажет, что не боится, все боятся. Это же рефлекс. Да, но страх, страх может быть другим. То есть, вот я в Бога верую, и поговорку вот, живи одним днем. А на сцене не так, что, а, туси, пей, гуляй, люби, да? Нет, это не про то. Одним днем, потому что ты не знаешь, что мы привыкли, мы каждое утро просыпаемся, сидим, зубки чистить там все. Мы привыкли к этому. Мы не понимаем, что это уже чудо, что мы проснулись. Что каждый раз мы проснулись. Да. То есть, тебе Бог еще дал жизнь. Еще день. Еще день, да. То есть, и как Булгаков пишет, мастер Маргарита, да, плохо... Не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. И вот, когда ты веришь в Бога, когда ты знаешь, что все в его власти, чего нервничать и переживать? Ну, если тебе суждено, если да, если Господь решил, что там завтра твой путь окончится, там, ты погибнешь в ДТП, или тебя убьет киллер, или так, ну, значит, так и быть. А вы верите в эту судьбу, получается, без безоговорочного? Нет, я не верю в судьбу. Я не верю в судьбу, а себе еще меньше. Кто хотел спасать. Десел скейк вообще просто... Да, и... А он величайший, величайший поэт. Да, у него все строчки, это просто... Да. Я не верю в судьбу, я верю в Господа. Судьбу человек свою строит сам. Хорошо, Паш, вот я вас слушаю, и до этого я видела программы, и мне казалось, что вы такой, знаете, как не идеализируйте жизнь, вот то, что я сейчас и слышу. Такой, знаете, как живете, вы признаете свои недостатки, вы признаете, что вы испыльчивы, можете кому-то, как вы мне сказали, в морду дать. Да. Но, тем не менее, на программе, когда мы оказались с вами на одной, вы как-то как будто бы впадали в какую-то прелесть и строили себя, ну, прямо вот человека, который, ну, прямо вот, как я еще раз повторю, идеализирует эту жизнь, что ребята не могут подраться, не могут это... То есть вы хотели казнить... Не так. ...гады и твари. А почему? Нет, ни разу гады и твари... Ну, я сейчас так утрирую, ну, в плане, что посадить... Нет, еще раз, я жизнь не идеализирую, никогда этим не занимался. Более того, когда мне говорят, что я хороший, там, или вот весь такой... Я всегда открыто говорю, это не так. Я такой же человек, как и все. То есть у меня нет короны, у меня нет распальцовки, я где-то хорош, где-то плох. И когда мы обсуждали вот дело футболистов, я не говорил о том, что нельзя драться, потому что решение о драке принимает каждый человек. Обоснованный или необоснованный, это уже другой вопрос. Тема в чем? У народа созрел запрос на социальную справедливость. Рассказать об этом в передаче, где 14 человек, вы там все орут, все там что-то... То есть приходится где-то осаживать кого-то, где-то вклиниваться, да, эмоционально. И у народа созрел запрос на справедливость какой? Они богатые, они известные, они знаменитые. Это повод их клянить? Они не воровали эти деньги, башен? Нет, не так, не так. Побей они Васю, народ... Да. И даже сейчас они побили там водителя, или если бы Вася побил бы вот этого чиновника, все там, это прошло все. И все говорят, откупятся. И я сказал, что не откупятся. То есть они, в принципе, сейчас проходят те же процедуры, что и любой рядовой гражданин. И вот сейчас уже, когда они задержаны, они арестованы судом, идет следствие. То есть мы увидели, что они не откупились, что все по закону, как со слесарем, как с поваром. Не, а почему? А когда повара или слесаря закрывают. То есть это что, тоже показательное было? Нет, есть закон, нарушил Вася и нарушил Кокорин. И оба несут одну ответственность. Так вот сейчас, когда начинается, когда начинает плясать, рассказывает там, а вот он моет туалет, а моет, то есть обсасывает вот это, размусолит, вот это меня раздражает. Уже у них были, правильно? Был. А можете рассказать в двух словах, что там еще? Нормально сидят на общих основаниях. Не унывали? Нет, сначала унывали, да, там и Кокорин был такой, не очень там, и Мамаев был грустненький. Сейчас все, то есть они поняли, они смирились, то есть это опять же по принципу, да, вот жизни, идеализация жизни, зачем, не надо. То есть если проблему можно решить, не стоит нервничать. Если ее нельзя решить, нервничать нельзя. А как вам, кажется, срок дадут? Вам чисто ваша срочность? Я думаю, да. Прям большой срок? Нет, это может быть и условный срок, это может быть и колония-поселение, но это решит только срок. А как вам? И сейчас встал вопрос о том, что могут вменить 282-ю статью УК о сжигании расы или там... Да, вы что? Ну, потому что с этого конфликт начался. Ну, это тоже... Они называют, но это не мое и не ваше уже, это следователь. Следователь... Но вы не поменяли свое мнение по поводу этого дела? То есть вам кажется, что нужно ребят посадить? Вы лично не поменяли мнение, вот спустя уже месяц этого всего, или сколько, две недели прошло после начала этого конфликта? А при чем тут они? Я же еще раз говорю. Ну, можно какие-то новые... Может какие-то новые скрыться? Эту тему распиарили, да, что называется, раскачегарили, а по всей стране ежедневно, а каждую пятницу к любому клубу. Так, я вам про это и говорю, давайте посадим всю Россию. Я вам про это и говорю, ну, ребята подрались, но они никого не порежут ножом, стулом он там ударил номинально, уже по видео видно не по голове, а по плечу. Не, ну как этому-то? Водителю нос вбили туда, прям по самую неболу. Ну, про водителя я, кстати, заметьте, не комментирую. Да. То есть я сейчас говорю конкретно про Кокорина, но там вбили, ну, ребята, ну что, ну, наказать, давайте бабки с ней снимем. Ну, мне кажется, так. Не, ну, тут о чем речь? Я думаю, что жесткая реакция именно по отношению к ним связана с тем, что очень часто, и я об этом уже говорил, не столько наши люди завидуют и ненавидят богатым, сколько они протестуют против произвола. Потому что в каждом регионе есть там папина дочь, мамин сын, да, который там... Встречка, не встречка, да. Да, встречка там, гаичник, можно сказать, слышь, иди там, извини меня, сидит, ну, давайте прямым текстом говорить, да, 18-летний абсос, который ничего в жизни не сделал. Я согласна, тут Паша согласна. Не рубля не заработал, стоит офицер полиции, да. И он сей не так. Он его останавливает за нарушение, которое могло привести к смерти человека, и тот его еще материт, и потом этому офицеру полиции еще дали. Паша, ну, тут у меня спорный вопрос, как себя зарекомендовали за многие годы наши ДПСники, это к ним вопрос. Зарекомендовали все, как ребята неподкупные, которых стоит уважать. Разные люди. Которые сами уважают нас, разные люди есть. Ну, мы сейчас берем из 100%, 80%, я могу смело сказать. Ну, никто не считал, такой статистики нет. Это моя несчастность. И я даже иногда начинаю конфликтовать с кем-то на дороге, вот как раз из инспекторов ДПС. Отношение нормальное, прежде всего человеческое, оно сразу термое, оно обезоруживает. Да. Вот, допустим, я ехал, да, я нарушил правила, быстро ехал, но сухая дорога, хорошая машина, сухая дорога, трасса, никого нет. Ни пешеходного перехода, ни встречного потока, ни за мной. И вот он уходит из кустов Астанах. Ну, я пролетел там дальше, сдал назад. И я говорю, товарищ капитан, извините, тебе сколько лет? Мне тогда было лет 27. Я говорю, 27, лет 26 не было. Он говорит, послушай, я только 30 лет служу. Говорит, у себя еще не было стояло. И говорит, куда ты спешишь? Вот приезжаешь на вызов, ребенок сзади лежит, на заднем сиденье, а родители покойники, потому что папа спешит. Или наоборот, водитель живой, а семья и двое детей насмерть, там жена и двое детей. Я говорю, все, приехал. Вот, говорит, думайте об этом. Он даже мне не стал штраф выписывать. Нет, такие ребята тоже есть. И он мне, как сказать, вложил это в голову. Поэтому здесь возвращаясь... Центр, Кутузовский и так далее, у нас должно быть что? У нас этого нет и не было никогда за всю историю страны, чтобы все были равны перед законом. Но, может быть, вот в этом я идеалист, и я хочу, чтобы это было. Потому что, когда я сознательно нарушил правила движения, за что было предусмотрено лишение водительского, у меня была возможность решить, что называется вопрос, причем без денег. Но вы решили... Да, но я честно сдал водительское, выслушал решение судьи и четыре месяца был пешеходом. То есть там ездил на отъезды. Какой-то уникальный человек, честно. Потому что... А почему? Потому что я по отношению к себе... Это вот не идете на созделку с собственной... Да, я по отношению к себе требую справедливого отношения от мира, от общества, от жизни. Но если я буду юлить, а иногда это приходится делать, ну неосознанно, то какую я могу справедливого? То есть не можешь быть честным, не проси справедливости. Когда вы все раздрались? Вот мне кажется, что частенько бывает. Месяца два назад, наверное. Что было причиной? Хамство. Но я не люблю драться. Почему? Мне кажется, вы бьете один раз, нет? Нет, не надо. Ну у вас рост, вы такой, мне кажется. Нет, по-разному бывает. И там года три назад я вообще люлей знатных отхватил. Ну тоже, ну хоть раз, но ударил, да. Не, ну крепче, физически крепче противник. Да, ну там уличный характер. Слово за словом. И драться я не люблю, почему? То есть у меня есть оружие, и несколько раз я его применял, поназначить, то есть ногу стрелил. Можно сказать, что последнее, что было причиной, что применяли? Один, последнее, что было, это было год назад, где-то с ножом на меня человек кинулся. Я вверх стрелял, он не послушал, но я пострелил многими. Вот, ну там все дальше, полиция, прочее, прочее. Драться не люблю, почему? Потому что это как микроскопом гвозди забивать. Но зачем? То есть, есть, возникает желание, некоторые люди пишут мне, вот я бы тебе морду разбил, я там тут вот вот. Ну я пишу телефон, я говорю, вот звоните, давайте встречаться. То есть, у меня есть ряд моментов, как можно таких людей угомонить. И в рамках закона, и противоправные. И противоправные. Ну, зачем? Нормальный человек, вот Дон Корлеоне, да, еще говорил в романе Марио Пьюзе, что говорит, я поменяю 10 своих головорезов на одного, который способен вопрос решать разговором. И от того, что я ударю кому-то, или меня кто-то ударит, да, ну, ситуация-то не идея. Паша, самый вопиющий случай, можешь вспомнить, который прям в твоей практике? Вообще, если деятельность, ну, прям тебя шокировал, что-то произошло, ты увиделся. Не, а это каждый день. Не, ну, самый, который тебя прям остался. Я даже не хочу, это просто, когда, допустим, я в кругу семьи или друзей начинаю рассказывать, что вот пришло такое обращение, все там, особенно, там, жена, там, жены, друзей, говорят, Паша, не рассказывай, пожалуйста, мы спать не будем. То есть у меня такая жесть? Да, жесть жесткая. И вот сейчас по Самаре занимаются прям вот, я убил бы. А отчим насиловал пятилетнего пасынка, а мама это знала и снимала это на видео. И он бабушке рассказал, что, говорит, дядя Коля мне выковыривать там пуговку какую-то, ну, уже. И никто, ни полиция, ни опека, никто не отреагировал. И вот после того, как мы подключили там, ну, определенных людей, и там, я попросил подключиться к этой теме Хенштейна. А мать снимала? А? А там, вот, ладно, а что, у мужика? Да нет, это мы можем сейчас на три часа уйти в этом обсуждение. Ну, это вообще есть, если отклоняется, все бесы здесь. Ну, в Писании так сказано, что все бесы здесь, имя и имя легион. И это на самом деле у нас сейчас происходит ад на земле, потому что я не понимаю, когда, ладно, нет материнской инстинкции, но когда женщина, убивает ребенка, забивает ребенка. Нет материнского инстинкта, это сплошь и рядом, ты понимаешь, но еще же подкреплять это жестокостью такой, чрезмерной, это уже не, это не медленно человек, ухожен. Ну, вот, и воспитатель, вот, где-то в регионе, да, там, избивала двух-трехлетних людей, кидала их в черную комнату. Ну, как вот это, мразь и падла, да? Мне даже, правда, мразь и падла. Я не хочу жить даже рядом с такими людьми. Вот ты мне же рассказала, и я думаю, мы живем в обществе рядом с такими людьми. А мы Кокорина и Мамаева, я просто, я просто, я просто, я ставим за негодяев, нет, это не негодяи, они такие же, как и мы, просто не идеальные. Абсолютно верно, нет. А тут просто мразь. Я же говорю, на месте Кокорина и Мамаева ежедневно оказывается 80% сидящих в следственном изоляторе, их там делать, им там делать нечего. Паша, а ты мог бы вот кинуться, драться на такого вот, например, вот увидел эту мамашу, или этого вот папашу? Я, более того, я честно говорю, я всех всегда призываю действовать в рамках закона. Неоднократно, когда мне предлагали мои проблемы там решить антиправовыми методами по дружбе, я всегда отказывался, я говорю, нет, я только в рамках закона действую. Но я достоверно и четко знаю, что вот если бы там что-то произошло по отношению к моим детям, я способен на убийство, даже не то, что на избиение, а на убийство. Это просто будет состояние эффекта, потому что мы перестали вот эта там лояльность, вот эта какая-то толерантность, да, вот эти слова-паразиты, потому что они действительно паразиты. Ок, шмок. Не может быть никакой лояльности и никакой толерантности, когда вот сейчас мудаки снимают фильм, да, ставят рядом, просто даже в страшном снеге, слово комедия и блокадный Ленинград. То есть даже у любого ублюдка должна быть грань. То есть, допустим, есть маньяки, маньяки сексуальные, страшные твари, и детей, и взрослых насиловали, вбивали, получили пожизненно. А семья характеризует их как прекрасных людей. Как Чикатило, но я вставу привожу пример. Прекрасные там бабушка говорит, он всегда поздоровает, скажет, маму, Нюра, как дела, сумку донесет, там все. То есть, все равно какой-то круг. А что творится с теми людьми, кто, допустим, комедию про блокадный Ленинград снимает, или кто пишет в комментариях, игнорирует в инстаграме. Да что такого, ну подумаешь, там воспитательница отлупила ребенка, ну и что? А как это что? А как это что? Ну так ты иди, тогда пусть она тебя лупит. А ребенок из-за этого, потом мы спрашиваем, откуда растут психопаты, откуда растут маньяки, насильники, вот отсюда. Паша, с чего, вот самая главная вещь не хватает в нашей стране? Вот прям одну, давай назовем, на твой момент, вот если бы она была бы, может быть, все было бы получше. В нашей стране? Да, в нашей стране, я потом задам нашему обществу, а я сейчас беру именно в стране, как экономика. Кадры, кадры, нет, все кадровые, кадровый голод и кадровый вопрос. Ну 17-й год. И то, да, и то, что пытаются сейчас в кадровой политике делать, это не даст больших результатов. Почему? Потому что вот на этой лесенке, да, вот на такой, тык-тык-тык, у меня есть стих такой, лестница карьеры называется, и там такие слова, да, лестница карьеры привела в подвал. Зря друзей не слушала, зря рубаху рвала. То есть, потому что в погоне вот за тем, чтобы что-то сделать, принести страну пользу, то есть, знаете, вот этот юношеский максимализм, то есть у меня же тоже был у всех. А общество, у чего не путают, Паш? Так, а мы каждый такой, мы формируем в целом общество, то есть все, общество же это личности. Твои амбиции доходят до того, чтобы ты стал президентом? Вообще думал, как тебе надо? Чтобы я стал президентом, писали очень, очень, писали мне очень многие люди, говорят, вот вас бы, Ну, я могу тебе сказать, что я бы проголосовала. Возможно, да, я тебе через пять, еще успокоюсь, по война буду с тобой. кто-то говорит, вот даже, типа, Собчак шла, типа, за нее голосовали, типа, за вас проголосует. Но я, не сейчас, я здесь, да, можно даже через 10. Я пытался избраться в Госдуму. И те люди, которым я уже реально помог, не будучи никем, даже еще не став депутатом Госдумы, они поворачивались, и не то, что они говорили спасибо, а делали мне во вред. Они шли к моим конкурентам работать в штаб. Почему? Потому что это сущность натуры людской. Хорошо. И я не хотел бы, как человек верующий, да, распоряжаться судьбами миллионов. И в отличие от говноедов-политологов, которые себя такими мнят, я знаю, что лежит на плечах президента. Это же страшно. То есть ты не принадлежишь вообще себе. Ну, вопрос у меня прям тут. Как думаешь, каждый человек, вообще, есть ли человек, который может выдержать испытания огромной властью и деньгами? И при этом остаться человеком с большой буквы? Я таких не встречал. Я тоже. Но у меня есть ряд знакомых, которые имеют... Вальвируют? Очень, да? Нет, они имеют очень много денег. И, ну, они не являются так же, как и мы, святыми людьми. Но они стараются... Я же вальвируют между ними. Стараются быть социально ответственными. Они оплачивают детям операции. Паша, Паша, деньги, просто деньги, это не то. А вот деньги вкупе с властью огромные, это прям все жесть. А тут очень интересно. Я еду с одним человеком, который имеет деньги, находится во власти. Мы едем в машине с ним. Проезжаем мимо Кремля. И тут у нас разговор такой, там что-то. И он говорит, Паша, понимаешь, если ты в России имеешь деньги, тебе нужна власть. Иначе у тебя эти деньги заберут. То есть это, говорит, должен быть такой симбиоз. Но все поговорили, а через несколько дней я встретился с человеком из списка Форбс. И с ним разговариваем. Я говорю, вот там с тем-то виделся, вот такая фраза. Я говорю, прикольно, да, что власть. Я говорю, а у вас же власти нет, только деньги. Он говорит, Паша, если у тебя есть деньги, в России тебе делать нечего. Почему? Отвечает человек. То есть вот два подхода. Оба богатые очень. Тот с властью, а этот без. Да. И тот богаче, чем этот, который с властью. Кстати, да. Поэтому разный подход. Этот взял власть, и он в России, да ну где-то что-то имеет. А тот ведет там бизнес за рубежом, активы держит там же и считает, что ему здесь нечего делать. А мне здесь есть чего делать. Павел, у вас есть замечательная семья, поэтому от политических, от социальных тем мы перейдем к более таким приятным, личным. У вас есть прекрасная семья, у вас красивая жена, я посмотрела, изучила. У вас прекрасно двое детей, мальчик и девочка. Трое у них. У вас трое детей. Два мальчика и девочка. А почему это вы третьего? Два сыночка и лапочка-дочка. То есть у вас трое детей, вы многодетный отец еще? Да. Я вот знаете, что заметила? При всей вашей жесткости везде там спуличусь. Мне кажется, это единственные люди, которым вы даете ездить у себя на голове в прямом смысле слова, которым вы мягкие, любящие, добрые. Только дочери. Только дочери, да? То есть сыновья нам отхватывают по полной, да? Да. Тогда вот такой вопрос. Как вы считаете, в нашем современном мире, что является основным для того, чтобы бы семья была крепкая, хорошая? Не просто вид, знаете, типа семья, а вот реально, какие качества скрепляют отношения? Долго. Если бы я был священником, я бы ответил по одному на этот вопрос. Как человек, давайте. Если бы я прожил там в браке 70 лет, и вот был бы умирающий, я бы ответил по-другому. Единого рецепта нет. Единых нет качеств. Кого-то устраивает, что у него жена, грубо говоря, такое приложение к журналу «Крестьянка». Да, моет, кормит, убирает, секс, там еще какие-то. Кто-то выбирает жену или мужа друга. То есть вместе классно тусить, вместе там ведут одно дело, вместе там разговаривают, но при этом там она не ждет, что он заступится за нее физически, если на нее нападут, что он скажет, ребята, давайте не будем. А он не ждет от нее, что она ему там погладит рубашку или еще что-то. Поэтому каждая семья, она уникальна. А для вас? И одна нет. А для меня, для меня любовь. Вот есть любовь, не ушла она, надеюсь, не уйдет, и для меня это самое главное. То есть если вдруг, не дай бог, просто не фантазировать, я поняла, вы не любите это слово, то есть что, любовь ушла от семьи нет? По-разному бывает. В вашем случае? А в моем случае у меня любовь не ушла. Если она уйдет, я тогда буду стоять перед выбором. Да или не да? То есть, тут у меня как раз следующий вопрос. То есть вы верите, что мужчина может любить одну женщину всю жизнь? А почему нет? И такие примеры даже есть. Примеры есть, да, но это как исключение. Нет? Так это должно быть не исключением, это должно быть эталоном, все хотят этого. Все хотят этого. Все хотят, все думают, но не у всех получается. я говорю, тогда вот хорошо, еще один вопрос. Почему ты так много разводов? А потому что мы не честны с собой. Ну вот мы не честны с собой. В каком смысле? Объясните. Ну каждый человек, он играет даже с собой, он в маске. То есть он думает, а вот там жена идет, вот я сейчас буду там это, не буду ничего говорить, чтобы его не обидеть. Да почему? Говори. Но говори и визжи. Это разные вещи. По факту, да? Можно же по-разному подать. Можно прийти и сказать, тварь, паскуда, зачем ты разбросал носки? А можно сказать, любимый, ну не бросай больше носки, там это разные вещи. Муж идет там, думает, вот она будет у меня допросить. То есть играть нельзя, нельзя играть, надо быть с собой. И большинство браков рушится, именно почему? Когда люди встречаются до брака, вот они рассказывают о жизни. То есть это фактически уже договор. А потом когда брак, начинают пересматривать условия договора. А я же тебе рассказывал, что я с подругами там каждую неделю езжу там в то-то кафе или там, а он говорит, а я рассказывал, что я каждую пятницу в баню с мужиками хожу. А тут она говорит, ну не ходи в баню сегодня. Слушай, человек уже жил так до тебя. То есть и начинается, и начинается игра. И игра всегда, всегда заканчивается словом геймбога. Всегда. А любовь? Что она может поддерживаться? А любовь это хрустальная нить. Вот как ее заходить важно? Да. Дольше. Так это зависит от двух людей. Ну как это поделать? Ну, напишу, что там делает женщина на возгляд? По-разному. Допустим, в одной семье женщина больше молчит и, грубо говоря, полагается полностью на волю мужчины. Даже если она что-то не хочет, она делает и потом говорит. В другой семье они идут друг другу навстречу. То есть, ну это, это такие ацены. Это лучше, это лучше с психологами на этот вопрос отвечать. Я считаю, что такие понятия и такие субстанции, так если можно сказать, как любовь, как честь, как совесть, они каждому, каждому уникально даны. То есть, в каждом. То есть, нет второго такого человека, который, допустим, может любить, как этот. То есть, каждому уникально, и поэтому единого рецепта нет. Но я вот не поняла. Если человек не будет верующим, он никогда не сохранит. Я не поняла. Все равно вот, Ваша, вы говорите, я пока люблю, вот так все хорошо. Но если вдруг разлюблю, я останусь перед выбором. То есть, я делаю вывод, что... Нет, не так. Ты же спросила. То есть, если любовь уйдет, семья закончится? Да. Так, а, конечно. Почему? Почему? А если эта женщина уже провела с вами 40 лет, у вас уже там, вот в вашем случае, уже трое детей. Неужели вы считаете, что из-за любви надо ей сказать, все, дорогая, я тебя уже не люблю, вот как я раньше не чувствую, я пойду поищу другую любовь. А ты как хочешь, живи. Нет, так если живи, если работать над этим, то есть, любовь, она не может уйти. То есть, вот, ну, на примере, да, вот мы сейчас здесь костер разведем, и когда-нибудь он все равно погаснет. Если мы не будем подкидывать туда траву. Да, да. А если мы будем класть, 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 вот мы умираем, дети наши в костер кладут, кладут, он будет гореть вечно. Вот то же самое соотношение, то же самое и с дружбой, и с любовью. Потому что дружба, это то же самое. То есть, дружба, это любовь к человеку, к другому, который чисто, ну, грубо говоря, платоническая. Ты же не спишь с другом, там, не ведешь соответственное хозяйство. Но тоже надо поддерживать, я согласен. Но друга надо любить именно. Не юзать его, не пользоваться им, что, а, братан, тут там, пока у тебя хорошо, мы там дружим, да, тут там стало что-то, или там, друг тебе звонит, а у тебя времени нет, это злой. У меня тысячу раз такой был. Вот прям телефон, я думаю, блин, ну, тут у тебя, мне сейчас тут пробки стоят, тут надо отсюда. И я беру трубку, говорю, да. И он начинает рассказать мне откровенную чушь. А я ее слушаю. Потому что вы... Почему? Потому что я его друг. Уважить хочу. И если мне мать позвонит, моя, то есть она тоже будет, может, что-то говорить, что мне неинтересно. Или там она спросит, а как лучше, там, в какую скотерочку. Да мне плевать, какая скотерочка будет. Ради у вас, я не послушаю. Но я должен послушать, это мои люди. Так же и с любовью. Паша, что главное в женщине, на твой взгляд, три качества? Вот должно быть, и без них это не женщина для тебя. Для тебя. Ну, какие-то все вот такие вопросы. То есть что? Опять, если для меня... Для тебя, конечно. Я не могу... Женщина должна быть с душой. То есть у нее душа должна принадлежать Богу. Женщина должна быть матерью. И женщина должна быть нежной. То есть нежной и умиротворенной. Ум, чувство юмора, как раз, нет? Чувство юмора, красота. Это все, смотри. все вот, о чем мы сейчас говорили, до 40 лет пожил, да, и сказал, все, подруга пока. Красота же, она может пройтись. Да, и приезд. И у меня есть, там были одноклассницы, красивые, за которыми там вся школа ходила, там, в городе были, там, на Новосибирске, там, модели, висели. Одна родила, там, сейчас, там, 120 килограмм, есть, там, все, да. Не, но, ну, что-то нарушился, какой-то процесс жизнеобеспечения, а то она полная теперь. То есть, она совсем не такая страняшка, как была. А была какая-то девочка, она была гадкий утенок, сейчас там красавица, да, там, семья, муж. То есть, а внешность, вы не сам в большом царе. Нет, внешность, ну, если я скажу, что при избрании спутницы я не смолняюсь, я, конечно, навру. Конечно, смотри. Способность, которую вы хотели бы обладать? Самая такая, да? Хотел бы уметь прощать людей. А он прощать людей? Тяжело, тяжело. Из всех христианских заповедей, да, самое тяжелое для любого христианина, это возлюбить ближнего своего, как самого себя. Потому что не убить, не прелюбодействовать, да, не, там, не обмануть, ну, все можно делать. А вот возлюбить ближнего и ближний, это не твоя жена, мама и брат, а это любовь. Это просто человек. Вот сидит человек вот там на улице, мы подходим, это наш ближний. А как его возлюбить, как себя? Семья, если он антипот, как себя, да. И прощение в этом занимает очень такую весомую часть, потому что, если мы не будем прощать, не простят и нас. а вы злопамятны, это к злопамятности имеет? Да, я злопамятный очень. И это причем не мой выбор, а моя данность какая-то, от которой я пытаюсь избавиться. Потому что это просто вот у меня, допустим, я не помню номера телефонов, там еще что-то, то есть я не засоряю свой мозг тем, чем я не пользуюсь. Не слушай голосовые. И я помню лицо, кто мне в метро наступил. Я помню на заправке, там я в лицо, то есть я увижу через три года, я вспомню человека, вспомню обстоятельства, когда он меня чем разозлил, расстроил и прочее. А это не нужно мне. И я это делаю неосознанно, не специально. Я не думаю так, ну-ка я посмотрю на тебя, запомню, может там через два года. Просто у вас такой психотип. Да, у меня просто раз туда отложилось, и я уже сделал большие подвижки в этом вопросе, то есть прощаю некоторых людей, но не всех. А хобби? Хобби охота, рыбалка. Любите охота, рыбалка? Да, пишу стихи, пою в караоке. А можно любимые? Не сильно длинные, но прям любимые, может какие-то короткие строки, но прям за душу брали. Как у Высоцкого есть, что-то такое прям? Из моего? Да, конечно. Я ни одного стихотворения своего на память не помню, почему. Потому что я не пишу, и хоть так не сижу, не думаю, а мне вот в голову ударило, я схватил салфетку, быстро написал, я могу посмотреть. Давайте. То есть, ну, сейчас какой-то... А пока будете смотреть, как имеете себя через 10 лет? Кто вы? Ой, это вопросы из сферы эзотерики и прочего. Пока разница, мне кажется. Я не заглядываю. Но у Вас же есть амбиции, которые в любом случае вас двигают, и они... У меня главная амбиция, главная амбиция, она в спасении души. Это очень трудоемкий процесс, и не факт, что у меня это получится сделать. Самый счастливый день в Вашей жизни? Когда я родился. Вы родились? Не Ваши дети, а Вы родились? Конечно, потому что, если бы я не родился, не родились бы ваши дети. А что говорить? Когда они родились, я тоже был счастливым. Слабости Ваши? Это Ваши дети, скорее всего? Нет. Ну вот, допустим, хороший стих. А давайте мы в конце, вот прям в самом конце. Вот сейчас. Есть слабости, Паша? Прям слабости. Вы слабы перед чем-то, перед кем-то? Другой? Наверное, самая большая слабость моя, это то, что иногда я начинаю себя жалеть. То есть, это тоже слабость. То есть, жалеть себя, это слабость, и сам этот процесс, да, когда думаешь, ты думаешь, зачем так, почему там. И вот эти поскуливания, да, которые возникают там, вот, ты что, ты скулишь, давай, пошел, давай. Когда после раз плакали? Ну, а с половиной того. Никогда? Не помню. Не, ну почему, когда плакала, конечно. Слезы вообще, есть стих у меня такой, кто сказал, что мужчины не плачут. А я поэтому не задаю мужчине. Да, рекомендую всем почитать, это будет смотреть. Найти просто, заходите на сайт стихиру, вводите псевдоним молодой старик, это мой псевдоним, да, читайте стихи. То есть, эти все стихи либо про меня, либо про мою жизнь и окружающую меня жизнь. То есть, там нет. Поэтому не спрашивают плакать, а может по-разному, скупая гордость и слеза от счастья. А, если вот так, если пора, то есть, я думаю, плакать, на причастии плакал, после причастия, после раз, потому что, когда люди спрашивают, говорят, вот кто, говорит, я в храм захожу, у меня слезы катятся. Это хорошо, это благодать, потому что, ну, это плачет душа. И, у меня редко, но бывает такое, что после причастия, вот когда ты идешь, вот так, и раз, и слеза идет со мной. То есть, ты не плачешь, ты ничего, то есть, ты не расстроен. Так вот, оказавшись перед Богом, что Бог нам сказали? Ой, это такой, позднеровский вопрос. Позднеровский, я не позднер, но позднер. Я думаю, что я бы не в силах был ничего вообще вымолвить, и если бы я оказался перед Богом, потому что большинство перед Ним не окажется, и в том числе, может, и я не окажусь, но если бы я оказался перед Богом, я бы сказал, прости, отче, потому что даже, ну, то есть, представить такую позднеру, возможно что вот ты ты окажешься пред богом кто-то такой чтобы оказаться перед богом а когда пользователь спрашивает вопрос мне всегда забавляет сидят люди отвечают а я там ты никогда не предстанешь и тут вспоминается анекдот так это в чеченский банк приходит бизнесмены и говорят чеченский банк да приходит бизнесмены у нас есть в москве один чеченский банк зачем игорь это кредит там все 10 миллионов долларов да давай дадим расписка как не обещание надо давай принесли 10 на когда отдашь через месяц а как ничего не расписка не залог а я ничего не надо это если не отдам у тебя стыдно будет когда перед богом предстанешь будет стыдно будешь плакать там только это питка да еще через месяц не вернешь чтобы представить да поэтому предстанем мы перед богом или нет это никому неизвестно я не было очень интересно правда если у нас не было тайминга я бы с тобой есть у тебя не водка у графика я бы очень много говорила что-то очень умный парень правда спасибо тебе можно твой стих концептами обещал какой из любимых и по душе то можно вашу все будет внизу под видео что меня взял и толкнул с тротуара кто-то грубый бегущий и злой вдалеке звучала гитара и какой-то сбивчивый бой я не стала бежаться и плакать и за пазухой камень держал я швырнул его в спину на ка теперь пробуй дальше бежать в землю носом нырнул бегущий распластался и начал быть и к нему подойдя хромавший предложил выпить и закусить он нарезал стакан за стаканом всю бутылку хромавшего вдаль и остался ползти тараканом а быть может он просто тварь и спихнули его с тротуара побежавшие по делам и в него полетела тара то урок не ему а вам это правда это что ты думал что не вру это мой это я музыку даже так слушай если пошли мурашки это такое